Вы видите, какое солнце? Но мне как раз не светит в глаза, когда я смотрю прямо. А так вообще, конечно, хорошо. Солнышко – это хорошо. После длинного перерыва, что мы его не видели, мы ему очень-очень рады. Что хорошо, когда есть 4 сезона, что ты успеваешь насладиться летом. Вот так вот. То есть ты думаешь уже, господи, когда уже эта жара закончится. Вообще, конечно, мой самый любимый вообще в жизни период был осень. Самая любимая пора. Самая любимая. Я обожаю осень. Я люблю листья, вот эти вот краски вот эти. Я люблю сентябрь и октябрь – это самые золотые месяца вообще года. Я их обожаю. Еще не холодно, даже не прохладно. Уже нет вот этой сумасшедшей жары. Понимаете? Такая прелесть наступает. Невероятная. Я обожаю эти сезоны. Больше всего эти месяца. В ноябре уже становится как бы резко холодно. Прохладно. Очень сильно прохладно. Но декабрь уже зима. Вот. Но по большому счету весна тоже приятная. Чем весна менее нравится, чем осень? Во-первых, весна пока наступает. Это очень тяжелый переход. Понять, где весна, где уже лето. Как правило, так сильно прохладно все время весной, что в принципе ты как бы не можешь для себя отличить это от зимы. Потому что все равно ходишь в этих всех зимних одеждах сверху. Пускай, конечно, я в этой куртке тоже зимой хожу в нехолодные дни. В общем-то, получается, ты все равно в куртке, все равно в каких-то шарфиках, иногда даже как бы в капюшоне. Иногда вот эта вот обувь от дождя, которая получается резиновая. Это все делает это тяжелым таким. И ты не чувствуешь вот этого перехода приятного. Потому что много дождей весной. Весенне-летний. То есть зимы на весну ты его не ощущаешь. Ты ощущаешь переход сразу в лето. Потому что так вот было в принципе, можно сказать, все годы, которые я 5 лет в Канаде. Все время это было так. Все время это было так. То есть постоянно. Сначала холодно, и ты вроде ждешь весну, и ты вроде стараешься одеваться легче, но все равно получается, что тепло относительно одет. И когда ты уже себя все сразу снимаешь до футболки, ну получается, что лето сразу. Потому что здесь такой переход. Ты либо ходишь вот даже еще вот в этой курточке, но все равно после нее ты уже сразу только в футболку оденешься. Потому что не будет такое, что ты можешь без курточки в какой-то кофточке ходить, например. Ну что-то такое. Поэтому для меня всегда вот переход весенний, он более смазанный. Для меня это из зимы в лето перейти. Ну а вот из лета в зиму перейти, вот этот осенний период, мой самый любимый. Самая любимая пора для путешествий, для поездок каких-нибудь, для прогулок. Бесконечно люблю эту пору года. Пору-пору. Вот, и сейчас я направляюсь к своему доктору. Ой, какой солоничка. Побежали, побежали. Мне нравится, как я ее... Как она летает за мной. Послушала сейчас видео одной блогерши американской. Она... Ой, что здесь произошло? Какая-то нитка затянулась. Что? А вот... Она рассказывала о том, как ее муж... Что ее муж погиб два месяца назад. И как ее спасала музыка, в общем, от этой ситуации и все такое. И я что-то как-то в это все ушла. Заслушала, что она так и на чем-то занята, чем-то занята. Потому что мы пришли, и Душка отдыхает. У него вот полчаса есть отдыха. Я пришла подогреть суп, который я вчера готовила на ночь глядя. Сейчас мы все будем его кушать. Так, а в чем я буду греть? Я буду греть в... В кастрюльке. Вот, кстати, у меня вот кастрюльки. Если вы помните, я год назад уже больше делала обзор своих кастрюлях KitchenAid. Которые я приобрела. Была какая-то скидка на этот набор. Мне на самом деле нужны были две сковородки. Но в конце я купила набор. Вот. Хочу вам сказать, что кастрюльками я довольна. Сковородками не очень. Вообще, в принципе, вот это все, что... Покрытие, которое... Как вам сказать? Ну, которое царапающееся, да? Такое вот, типа тефлоновое. Я его не люблю. Вот. Но они были такие красивые. Я взяла. Кастрюльки классные я пользуюсь. И маленькие, и средние, и большая. А сковородки одна маленькая осталась, но ей уже скоро все. Ей уже скоро конец этой кастрюльки. Не кастрюльки, а сковородки. Ну вот. Вторую сковородку мы выбросили с моей мамой. Да, одну сковородку мы выбросили. Так, волос. Одну сковородку мы выбросили. Еще одна осталась, типа сотейник, в которой я, в общем, там, тушу и что-то такое делаю. Вот. Поэтому, в общем, со сковородками, конечно, не густо. Но сейчас есть мне, слава богу, подруга подарила вот эти мои две сковородки каменные, которые я вам показывала. И они меня очень хорошо сейчас спасают. Очень удобные. Очень их прикольно готовить. Глубокая такая прожарка. Глубокая протушка в них. Боже, какие очки грязные. Да, теперь давайте без очков поснимаемся. Ох, какая я сразу пустая без очков. Правда? Еще как скорпион у меня вот эти вещи страшно угнетают. Если я по заданному плану своему не выполнила. Хотя мой план уже очень давно не является переполненным. Знаете, есть... Раньше у меня была такая проблема, когда я была помоложе. Я слишком много на себя брала. И была очень в большом расстройстве, когда не могла выполнить все, что я запланировала. Да. Вот такая была проблема. А потом с возрастом я поняла, что, Инна, не надо брать на себя больше нужного. Бери только то, что ты можешь сделать. Зачем переворачивать горы каждый день? Этого не нужно делать. Жизнь большая. Мы все успеем. Все самое важное мы сделаем сегодня. Все менее важное мы сделаем завтра. Вот. И так это с каждого дня передвигается. И в конце мы понимаем. Как говорится, 80-20. Да, 80% абсолютно не важны в нашей жизни, только 20. Их мы и выполняем. Но вот как бы очень важно увидеть вовремя вот эти 20% и сделать их. Вот и все. Вот. В общем, одним словом, была немножко такой философия от меня. Просто такие рассуждения по поводу того, что раннее вставание – это хорошо для всех. Особенно для занятых людей. Что может быть вкуснее вкусняшек, да, Итуша? После еды такое мороженое со всеми вкусняшками, с добавками. Габочка нравится? Куль. Какие вкусняшки разные. Вкусное мороженое. Мама просто мороженое себе в стаканчик немножко набрала. Без недобавок. И так, оно очень сладкое, это ванильное. Оно в самом по себе очень-очень сладкое, вот эта фирма, которую я беру. Крокодиль я считалка. Крокодилу счет дают. В этом счете 10 блюд. Блюдо первое – суп с фрикадельками. На второе – картошка с сардельками. Третье блюдо – рыбный пирог. На четвертое, Итуша, ты помнишь что? Угу. На четвертое – сладкий творог. Пятым подана редька протертая. Габи, видно в камере? Не, я. Подальше можно встать, не обязательно снимать, что у меня в ухе. На седьмое – с грибами омлет. На восьмое – салат из печенки. На девятая – банка сгущенки. На десятое – выпил компот. Вот как он пьет. Как мы пьем? Вот так. На компоте закончился счет. У-у-у-у-у! Вот так он потер животик. Ой, наелся. Крокодил проверил счет. Посмотрел на свой живот. А потом вдруг, как заплачет. Это он наелся, значит. Вот такая вот считавочка для крокодила. Спасибо, Итуша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok